Виктор Глебов Теллус Пребывание на поверхности планеты возможно лишь в скафандре в течение не более 32 часов, так гласила висевшая над внешним шлюзом инструкция, заботливо прикрепленная туда старшим помощником капитана. Антон скользнул по табличке взглядом и, не задерживаясь, двинулся дальше. Корабль научного назначения Чуань Синг вышел на орбиту Теллуса и задрифовал на ней. До сих пор на планете побывали только несколько зондов, которые взяли образцы грунта. Проведенные анализы позволили сделать вывод, что Теллус обладает каменистой поверхностью, на нем имеются гористые образования средних размеров, среди полезных ископаемых обнаружены железо, медь, богатые залежи серы и марганца, а также неизвестного вещества светло-зеленого цвета с удельным весом, трое превышающим вес кобальта. Геологи в шутку прозвали его цементом, потому что оно буквально пронизывало кору Теллуса. Признаки флоры не обнаружили. Фауну представляли многоклеточные бактерии. Водное пространство планеты занимало одну четверть поверхности и не было заселено ничем, кроме микроорганизмов. Группе исследователей предстояло провести на поверхности Теллуса около 30 часов. За это время ученые рассчитывали выяснить причину скопления в атмосфере огромного количества метана – около 60%. Управление путей космического сообщения намеревалось построить на маленькой планете пересадочную станцию. Теллус располагался как раз на пересечении трех магистралей, которые заложили в проект освоения космозоны SDF-125. Шесть человек готовились спуститься на поверхность планеты в автономном челноке. Антон испытывал легкую нервозность. Он еще никогда прежде не участвовал в подобных экспедициях. Когда ему предложили полететь на Теллус, он согласился почти не раздумывая, но это вовсе не означало, что он был спокоен. Он достал из кармана пузырек с маленькими красными таблетками и проглотил одну из них. Это было успокоительно, и с утра он принял уже две. Хорошо хоть удалось выспаться. Антон приложил ладонь к сенсорному экрану, и когда дверь с шипением отъехала в сторону, вошел в ангар, где находился челнок. Остальные члены экипажа уже были на месте, облачали в скафандры. Антон погрузил в трюм большой герметичный кейс с портативным автореаниматором, он проверял его перед выльтом, и последовал примеру коллег. Скафандры были не слишком объемные и почти не стесняли движений. Шлемы из сверхпрочного прозрачного пластика предоставляли полный обзор. Через пять минут все заняли свои места. До старта три минуты, сообщил из рубки навигатор, «Активируйте генераторы». Пилот нажал несколько переключателей, и пассажирский отсек наполнился постепенно нарастающим гулом. Экипаж ощутил легкое подрагивание челнока. «Выпустить закрылки», — продолжал руководить голос. «Запустить программу старта и автопилотирования». На приборной доске вспыхнули десятки индикаторов, замелькали мириады цифр. «Начинаю обратный отсчет. Десять, девять, восемь, семь». Гул генератора заполнил кабину, поглотив остальные звуки. Слова навигатора потонули в нарастающем реве турбин. Автопилот провел челнок через слои атмосферы и теперь летел над поверхностью планеты. Голые скалы, покрытые крупными камнями равнины, растелались на сотни километров. Ни воды, ни деревьев, ничего, кроме белой пустыни. Сплошные булыжники и песок, мелкий, как соли, сухой, как змеиная кожа. Пилот активировал поиск места посадки и включил ручное управление. Челнок начал снижаться в районе горного платоя, завис над намеченной площадкой, чтобы медленно принять вертикальное положение, устаившись носовой частью в небо. Надрывно заработали посадочные двигатели. Они тормозили снижение, чтобы предохранить челнок от удара о поверхность. Минут через пять Антон почувствовал легкий толчок и гул затих. Пилот выключил двигатель и развернул челнок горизонтально поверхности планеты. Теперь члены экспедиции сидели как в автобусе. Сквозь уллюминатор просачивался холодный тусклый свет. Пилот отстегнул страховочный ремень и встал. «Прилетели», — сказал он. «Я включил сопряженный с вашими наручными часами таймер, он покажет время отбытия с планеты. Чем быстрее будет расходоваться кислород, тем меньше времени мы здесь проведем». «Это значит проваливайте, господа ученые, не так ли?» — весело спросил Хазанович, старший геолог группы, поглаживая аккуратную светло-русую бородку. «Точно», — кивнул пилот. «Помните, что кислорода у вас на тридцать два часа, включая обратный путь к челноку. Так что далеко не забирайтесь. А то я знаю я вас, исследователей. Заиграйтесь с каким-нибудь камешком, а мне вас потом разыскивать». «Черствый человек!» — с притворной грустью вздохнул Хазанович. Район для посадки выбрали не случайно. Именно в этой местности скопление газа превышало 80% от состава атмосферы. Ученые предположили, что очаг образования или выброса метана располагается именно здесь. Хазанович разбил отряд на пары. Геолог Курсина и Бат, молекулярный физик, двинулись в обход хребта, огибавшего Платона, на который приземлился челнок. Микробиолог Рубен и Хазанович решили спуститься в ущелье. А Герберт, химик по специальности, и Антон, бортовой врач, намеревались подняться по склону, чтобы обследовать горный хребет. Антон, правда, считал, что следует идти одной группой, поскольку при ином раскладе он не смог бы оказать медицинскую помощь каждому. Но Хазанович рассудил иначе. Курсин шагал впереди, высматривая расщельный или скважный, через который метан мог вырываться на поверхность. Геолог подозревал существование в данной местности невидимого из космоса каньона протяженностью в несколько километров. Возможно, он располагался таким образом, что сверху его прикрывали нависающие скалы. Ученые шли около часа, когда Курсин заметил по левую руку ряд примерно одинаковых уступов, ведущих к вертикальному отверстию в поверхности хребта. Пласты горной породы расположились амфитеатром и напоминали огромное кольцо. «Смотри», — сказал Курсин, останавливаясь, — «пещера». Физик задрал голову и несколько секунд рассматривал отверстие. «Хочешь туда подняться?» — спросил он. «Думаешь, это место выхода метана?» «Вполне возможно. Я, правда, рассчитывал обнаружить нечто более масштабное, но глупо игнорировать трещину такого размера. Я не против. Возможно, в хребте нескольких таких образований газ вырывается именно через них. Значит, решено». Ученые начали подниматься по уступам. Это отняло у них минут сорок, потому что ступени, издалека казавшиеся почти одинаковыми, на деле оказались разной высоты, и на некоторые приходилось карабкаться, помогая друг другу, а то и задействуя альпинистское снаряжение. Наконец, Курсин и Бат достигли входа в пещеру. «Трещина метров десять высотой», — заметил физик. Геолог подошел к скале и провел по ее поверхности рукой. «Что там?» — спросил Бат. «Не знаю. Посмотри сам». Физик присоединился к напарнику. Тот показал ему на небольшие углубления в горной породе. «На что похоже?» «Понятия не имею». «Отступи на пару шагов и приглядись получше», — посоветовал Курсин. Физик послушался и некоторое время рассматривал поверхность скалы. «Какой-то рисунок?» — произнес он неуверенно. «Напоминает, да?» «Ну, не знаю. Если очень захотеть, то увидеть можно что угодно». «Тоже верно». «Мы идем внутрь?» «Конечно». Ученые включили фонари и вошли в пещеру. Пол покрывали камни разных размеров. Похоже, потолок и стены осыпались в течение многих сотен, а то и тысяч лет. Идти было трудно. Приходилось выбирать место, чтобы поставить ногу. Впрочем, метров через двадцать поверхность стала чище. «Я сделал замеры», — сказал Бат. «Здесь очень высокое содержание метана и сероводорода, около 70%. «Похоже, мы на верном пути», — отозвался геолог. «Вероятно, мы обнаружим скважину, ведущую вглубь коры, через которой газ поднимается на поверхность». Ученые прошли еще метров пятьдесят и оказались на развилке. «Куда теперь?» — спросил Бат. «Неважно. Давай направо. Погоди-ка». Курсин присел на корочке и расчистил небольшой участок пола, сложив камни вдоль стены. «Опять рисунок?» — усмехнулся физик. «Похоже на то». «Да ладно». Бат присоединился к напарнику и увидел, что пол тоннеля покрыт едва заметными линиями, пересекающими друг друга и закручивающимися в спирали. «Это просто результат климатических условий», — сказал он. «Ветер со временем выдувает часть горной породы. Его завихрения образуют подобные следы». Курсин осветил одну из самых глубоких линий. В ней блеснуло зеленоватое вещество. «Я бы сказал, что эти рисунки были вырезаны в камни, а потом в течение многих сотен лет энтропии сгладились». «Вырезаны?» — переспросил физик. «Чем?» Курсин повернулся к напарнику. «Может быть, кем?» «Хочешь сказать, эти едва заметные разводы оставили инопланетяне?» «Ничего я пока сказать не хочу», — Курсин распрямился и стал изучать стену тоннеля. «Но рисунки надо сфотографировать. Смотри, здесь точно такие уже узоры». «Ничего не вижу», — отозвался Бат с легким раздражением. «Я считаю, ты выдаешь желаемое за действительное. Сколько раз бывало, что находили какое-нибудь сенсационное доказательство существования иной формы жизни, а потом оказывалось...» «Да-да», — перебил его Курсин, доставая маленькую камеру, чтобы сделать снимок. «Но я геолог и способен отличить естественное образование от искусственных». «Может, пойдем дальше?» — насмешливо поинтересовался физик, дождавшись, когда напарник закончит фотографировать. «Через пять минут тоннель привел ученых в пещеру с высоким ровным потолком и относительно плоским полом, лишь кое-где имелись провалы и трещины». «Странно», — сказал Курсин, осматриваясь. «Природа не могла такое сделать. У этой полости слишком правильная форма. Да, время многое разрушило, но взгляни хотя бы на потолок». Бат задрал голову. «А что с ним не так?» «Когда-то здесь был свод», — Курсин начал показывать и объяснять, убеждая коллегу, что пещера искусственная. «Ладно, допустим, ты прав. Все это вырубили в скале инопланетяне», — сдался физик. «Но они явно не появлялись здесь уже давно, так?» «Давно, мягко сказано», — усмехнулся Курсин. «Честно говоря, гора с плеч. Страшновато представить, да?» «Угу. Давай осмотрим дальний конец пещеры, а потом поищем рисунки». Ученые двинулись вперед, рассеивая тьму фонарями. «Может, лучше включить прибор ночного видения?» — предложил Бат. Курсин согласился. Вскоре они увидели что-то вроде вырубленного в полу круглого бассейна. Дно представляло собой паутину из зеленоватых жил, но кто-то постарался обработать камень так, что он чтобы обнажить их максимальное число. Из-за этого казалось, будто бассейн наполнил зеленоватым веществом. «Вот это точно не ветер сделал», — заявил Курсин с плохо скрытым торжеством. Бат промолчал. При виде полусферического углубления его охватила смутная тревога. Захотелось развернуться и немедленно уйти. Курсин опустился на колени возле самого края бассейна. «Думаешь, он был когда-то наполнен водой?» спросил он. «Понятия не имею», — физик переступил с ноги на ногу. «Я что-то не вижу никаких скважин, через которые может выходить метан. Наверное, мы ошиблись, и здесь их нет. Давай!» «Да черт с ними!» — перебил напарник и геолог. Он провел рукой по стенке углубления. «Какая великолепная работа!» Бат посветил фонарем на скалу за бассейном. «Смотри», — сказал он, — «там тоже есть рисунки». «Где?» — оживился Курсин. Они с физиком обошли бассейн и очутились перед отвесной стеной, часть которой обрамляли едва заметные вертикальные выступы. Здесь древний барельеф выглядел более глубоким и представлял собой уже не абстрактные узоры, а реалистично выполненные сцены с участием гуманоидных фигур. «Что это?» — спросил Бат. «Взрослые и дети?» Курсин понимал, чем вызван вопрос напарника. Часть фигур была больше других примерно в три-четыре раза. «Не думаю», — ответил он, остановив луч фонаря на одной из центральных сцен. «Видишь, маленькая особь располагается горизонтально, а пропорции ее тела отличаются от пропорций великанов. Кроме того, она в центре фигурной группы, остальные гуманоиды как бы окружают ее». «Кстати, да, ты прав, напоминает похороны». «Я думаю, это не похороны», — помедлив сказал Курсин. «Скорее, жертвоприношение. Похоже, мы находимся в храме какой-то древней и, возможно, вымершей цивилизации». «Я не вижу, чтобы мелкого убивали», — возразил Бат. «Нет, впрочем, он и так выглядит уже мертвым». «Посмотри сюда», — Курсин переместил луч фонаря чуть правее. «Эта странная фигура вырезана по тому же принципу, что и дно бассейна, так, чтобы было максимально видно зеленое вещество. Должно быть, это и есть тот, кому поклонялись местные жители». «Выглядит довольно бесформенно», — заметил физик. «Кажется, он стоит в каком-то углублении, вроде того, что у нас за спиной». «Ты понимаешь, какое открытие мы сделали?» Курсин посмотрел на напарника. «Даже если на Телусе не обнаружится ни одной кости, даже если...» Бат не выдержал. «Слушай, я все понимаю, но это место вызывает у меня дрожь. Давай уйдем. Потом мы вернемся с кучей желающих поизучать наскальные рисунки и все прочее, врубим повсюду свет и...» Тихо. Голос Курсина заставил Бада замолкнуть. Несколько секунд ученые стояли, прислушиваясь. Наконец переглянулись. «Что это?» — спросил физик дрогнувшим голосом. «Похоже, наскрежет». «Похоже», — согласился Курсин. От его былой восторженности не осталось и следа. Как будто горы двигаются. Он с опаской посмотрел на потолок. «Знаешь, пожалуй, ты прав. Надо отсюда валить. Не хватало еще, чтобы пещера обрушилась, пока мы внутри». «Согласен». Ученые обогнули бассейн и поспешили к выходу. Они не могли видеть, как зеленоватое вещество на дне едва заметно заискрилось. Примерно через полчаса после начала подъема Антон и Герберт потеряли остальных из виду. Поверхность хребта была неровной и потому довольно удобной, чтобы по ней карабкаться. Они поднимались все выше, но пока не видели ничего, что могло бы помочь установить источник метана. Альпинизм вообще нелегкое дело, а когда на тебе тяжеленный скафандр, он становится занятием практически неосуществимым. Поэтому нет ничего удивительного, что за три часа Антон и химик поднялись всего на 240 метров. На этой высоте они обнаружили относительно широкий уступ и решили передохнуть. «Герб?» – спросил Антон, когда ученые сели, прислонившись спинами к каким-то обломкам. «Что хоть примерно мы ищем?» Химик усмехнулся. «Хороший вопрос. Вообще метан образуется при разложении органических веществ. Вероятно, Нателло сидело как раз в этом, поскольку при подобных процессах выделяется также сероводород, а его, как ты знаешь, в местной атмосфере предостаточно». «Откуда здесь столько органики? Кроме бактерий никаких организмов обнаружить не удалось?» «Это-то и странно. Мы предполагаем, что органическое вещество находится под поверхностью планеты. Не обязательно это должны быть живые организмы. Но вполне возможно, что мы обнаружим такие низшие формы жизни, как насекомых или кишечно-полосных. Я не специалист в этой области, но, кажется, Рубен говорил о чем-то в этом роде». Через 20 минут Антон и химик продолжили подъем. Когда они поднялись еще на 83 метра, медик услышал в шлемофоне голос напарника. «Иди сюда. Здесь то ли пещера, то ли трещина». Приблизившись, Антон увидел разъем в горной породе примерно 2 на 1,5 метра. «Сейчас я сделаю замеры», — сказал химик, доставая счетчик атмосферы. «Практически чистый метан», — сообщил он секунд через 30. «Похоже нам сюда». Антон с сомнением осмотрел трещину. «Думаешь, пролезем? Если бы не скафандры?» «Расширим вход. А дальше?» «Пещера почти сразу становится больше. Посмотри сам». Антон заглянул внутрь, ощупал рукой стены, а затем зажег фонарик и пошарил лучом в темноте. Свет выхватил щербатую горную породу, уходящую вглубь лаза. Герберт оказался прав. Узким был только вход. «Хорошо», — согласился Антон, доставая из-за пояса лазерный резак. «Давай попробуем». «Я пока сообщу остальным, что мы, возможно, обнаружили вход», — сказал Герб. Пока химик объяснялся с Хазановичем, Антон быстро срезал породу справа и слева от входа, в результате чего получилась довольно широкая вертикальная расщелина. «Готово?» — Герберт заглянул внутрь. Хазанович велел посмотреть, что там такое, но только осторожно. Если связь начнет экранироваться, вернемся. Медик кивнул, и они, включив фонари, начали продвижение вглубь скалы. «К метану примешиваются сероводород и аммиак», — сообщил Герберт, делавший на ходу замеры. «Этот тоннель просто обязан куда-то везти». «Как дела?» — раздался в шлемах голос Хазановича. «Нашли что-нибудь?» «Ничего, кроме метана, аммиака и сероводорода», — ответил Антон. Он шагал за Гербертом и видел, не считая стен тоннеля, только его спину. «Продолжайте идти», — сказал Хазанович. В этот момент химик остановился, а затем шагнул в сторону. «Похоже, мы пришли», — объявил он. Антон встал рядом с ним. Он направил фонарь вперед, но луч потерялся во мраке. «Тоннель кончился», — сказал Герберт. «Это должно быть пещера». Он пошарил фонарем понизу, но пола не нашел. «Судя по всему, сферическую типа. Придется спускаться». «Включаем прибор ночного видения», — сказал Антон. Сферическая пещера представляет собой полый шар внутри скалы, и вход в нее обычно располагается либо высоко над полом, либо на потолке. Антону и химику повезло. Тоннель, по которому они шли, обрывался в стене пещеры, так что им удалось в нее спуститься относительно легко. «Странный пол», — заметил Герберт, едва не поскользнувшись. «Похоже, покрыт какой-то слизью». «Жидкая грязь?» — спросил Антон. Он пошарил лучом фонаря вокруг себя. Сероватое вещество влажно блестело на свету, напоминая мокрую глину. «Сейчас посмотрим». Герберт отцепил от пояса портативный химический детектор и, присев с помощью пинцета, наполнил его. «Это органика», — сказал он спустя несколько секунд. «Продукт разложения. Видимо, он и является источником метана, аммиака и сероводорода». «Сколько же его здесь должно быть, чтобы так влиять на атмосферу целой планеты?» — проговорил Антон. «Ну, Телус довольно маленький. Впрочем, ты прав, органики здесь, похоже, огромное количество. Возможно, пещера тянется на многие километры или разветвляется и образует новые». Антон мгновенно представил темный лабиринт. «Картинка получилась жутковатая». «Хочешь сказать, планета внутри пустая?» — спросил он. «Вовсе нет». Герберт двинулся дальше, медик последовал за ним. «Просто вполне возможно, что верхние слои коры Телуса испещрены сетью пещер, заполненных органическим веществом. Пока я не могу сказать, что оно собой представляет, поскольку процесс разложения, видимо, начался довольно давно. Нужно взять пробы в разных местах и найти наиболее свежий образец». «Но ведь на Телусе обнаружили зеленоватое вещество, не поддающееся деформации, помнишь? Чтобы его найти, зонды выкопали изрядный карьер. Думаешь, при этом они не наткнулись бы на пещеры?» Герберт снова присел, чтобы наполнить детектор. «Вещество обнаружили на другой стороне планеты», — ответил он. «Как раз там, где уровень содержания метана ниже всего. И я не говорил, что Телус весь источен пещерами». «Понятно», — сказал Антон. «Сообщите остальным, чтобы шли сюда». «Попробуй, но, думаю, стены пещеры не пропустят сигнал». Герберт прошел еще несколько шагов вперед. «Мы слишком глубоко». Антон принял себя вызывать Хазановича, но химик оказался прав. Сигнал экранировался. «Надо возвращаться», — сказал медик. «Погоди», — отозвался Герберт, — «откуда ты с темноты. Кажется, я что-то нашел». Химик успел отойти метров на двадцать, так что его фигура была едва различима. Антону пришлось ориентироваться по лучу его фонаря. Он двинулся вперед, стараясь не поскользнуться. Через несколько шагов медику показалось, что слой вещества под ногами стал толще. Кажется, теперь он доходил до щиколоток. «Ну где-то застрял», — нетерпеливо окликнул его Герберт. «Уже иду», — отозвался Антон. «Слизи многовато». «Там, где я встаю, ее почти по пояс». Медик представил напарника стоящим по пояс в продуктах разложения, и ему сразу расхотелось идти на зов. «А что ты нашел?» — спросил он, чувствуя, что передвигать ноги становится все труднее. «По-моему, здесь какой-то аппарат, явно искусственного происхождения». Антон ускорил шаги и теперь рассекал слизь коленями. От вращения мгновенно улетучилось. «Причем самое интересное», — продолжал тем временем химик, — «что эта штука, судя по всему, работает». «На что похоже?» «Выглядит как... гигантский инкубатор». Антон наконец увидел Герберта. Вернее, только его шлем и торс. Остальную часть скафандра скрывала слизь. Прямо перед химиком возвышалось сооружение, очертания которого тонули в темноте, ибо его размеры явно превышали радиус действия прибора ночного видения. По форме устройства напоминало полусферу, облепленную множеством горошин диаметром от полутора до двух метров, соединенных между собой короткими перемычками. Посередине сферы имело широкое отверстие, открывавшее вид на прозрачный тоннель, внутри которого медленно двигался конвейер. Антон глядел на это как завороженный. Он словно очутился в чьем-то сюрреалистическом сне. Химик, заметив напарника, помахал ему рукой. «Давай ко мне». Антон протаранил слой разлагающейся органики и оказался рядом с Гербертом. «Видишь, что он изготавливает?» — спросил тот, указывая на конвейер. «Нет». Только теперь медик заметил на черной движущейся дорожке какой-то непонятный предмет. «Ну, — поторопил Герберт, — видишь?» «Да», — ответил Антон. «Что это?» «Эмбрион, конечно. Что же еще?» Вглядевшись, медик понял, что Герберт прав. Сключенная фигурка отдаленно напоминала человеческую. По одной паре верхних и нижних конечностей, голова, соединенная с туловищем шеи, вертикальный угол лица. Правда, бледная, почти прозрачная кожа с лиловыми разводами и отсутствие рта разрушали сходство с хомо-сапиенсами. «Зародыш!» — проговорил Антон, глядя на приближающиеся тельца. В ответ Герберт едва заметно кивнул и двинулся вдоль прозрачного тоннеля, который огибал сферу и терялся в темноте. «Куда ты?» — спросил медик. «Хочу посмотреть, что происходит с эмбрионом дальше». Они прошли метров десять и обнаружили, что тоннель разветвляется в пяти направлениях. «Ага», — сказал Герберт, «значит, инкубатор производит по несколько зародышей, а потом распределяет их по... Впрочем, сейчас увидим». Антон протянул руку и дотронулся до прозрачной стенки тоннеля. Осторожно нажал. «Что ты делаешь?» — окликнул его химик. В его голосе прозвучал испуг. «Стенка мягкая и упругая», — ответил Антон. «Похожа на резину». «Не трогай ничего». Медик убрал руку. На перчатке остался серый след, напоминавший пыль. Ученые включили фонари, и, преодолев следующие двадцать метров по пояс, в хлипкой жижи остановились перед небольшим прозрачным куполом. Его стенки облепляло множество приборов, а внутри виднелся вполне сформировавшийся младенец по размерам почти не превышающий эмбрион. Руки и ноги у него были по-прежнему коротки, но уже не выглядели слабыми. Создавалось впечатление, что они обросли вполне крепкими мышцами. Сквозь кожу виднелись органы, вены и артерии, пульсирующие от тока крови. Голова значительно превышала по размерам туловище и не имела никакой растительности. Лицо представляло собой подобие маски с огромными прикрытыми сморщенными веками глазами. К телу в нескольких местах присоединялись электроды, другими концами запаянные в стенки купола. «Он живой?» – просил Герберт, не отводя взгляда от купола. «Конечно», – ответил Антон, «только я не понимаю, зачем инкубатор отправил сюда другой зародыш. Ведь этот купол занят. Разве что перед нами не младенец, а взрослая особь. Но это значит…» – медик на секунду замолчал. «Что он сейчас покинет купол?» «Вот эта тварь!» – Герберт невольно отшатнулся. «Она должна вылезти оттуда?» «Думаю, да». В этот момент полупрозрачное существо открыло глаза и дважды моргнуло. У него не было зрачков, только белесые, похожие на бельмы яблоки. Кимик тихо выругался. Они с Антоном замерли, не зная, что предпринять. Наверное, следовало бы дать дёрну, привлекать внимание новорождённого не хотелось. Странное создание пошевелило двумя длинными тонкими пальцами правой руки и повернуло голову. Снова моргнуло. «Она вообще видит?» – спросил Герберт. «Откуда мне знать?» – отозвался Антон. Существо задвигало ногами и попыталось встать на четвереньки, но упало. Передние и задние конечности у него были примерно одинаковой длины, каждой по три сустава. В области живота пульсировалось сердце, сгусток фиолетового и красного цветов. Приборы вокруг купола пришли в движение. Раздался негромкий чавкающий звук, и сразу вслед за этим от тела существа начали отсоединяться электроды. «Неужели оно может дышать метаном?» – с сомнением проговорил Герберт. «Похоже, мы нашли обитателей Телуса». «Очень сомневаюсь», – отозвался Антон. Его охватило неприятное чувство, словно невидимые в темноте стены пещеры ожили и задвигались. «Давай-ка выбираться». «Погоди», – в голосе химика прозвучало недоумение. «Ты действительно хочешь уйти? Сейчас?» – Антон огляделся. «Почему мы не обнаружили на поверхности планеты никого, кроме бактерий?» – спросил он. «Может, эти твари остаются под землей?» – предположил Герберт, не отводя взгляд от барахтающегося в куполе гуманоида. «Видишь его тело? Оно почти прозрачное, как у земных глубоководных рыб, не нуждающихся в свете». Антон заметил на конвейере приближающуюся к куполу эмбриона и указал на него химику. «Ага», – кивнул тот. «Первый должен сейчас вылезти». Приборы зашевелились, вспыхнули зеленоватые индикаторы и эластичные стенки купола раскрылись. Пол наклонился под углом в 45 градусов и в прямом смысле сбросил гуманоиды в серую органическую жижу. Беспомощное существо отчаянно забарахтало, взбивая лапами слизь. Брызги полетели во все стороны, часть попала на скафандр ученых. Тем временем стенки купола снова сомкнулись, и внутри него появился новый эмбрион. Электроды мгновенно опутали его, а индикаторы, несколько раз мигнув, погасли. Гуманоид тонул. Он пытался удержать голову над поверхностью серой жижи, но было ясно, что долго он не продержится. Антон и Герберт переглянулись. «Что будем делать?» — спросил химик. «Наблюдать. Ты ведь этого хотел». «По-моему, оно не может вздохнуть», — заметил Герберт, иначе закричало бы. «У него нет рта», — ответил Антон. «И если я правильно разглядел его органы, пищеварительные системы тоже». «Как это?» — удивился химик. Существо сумело уцепиться руками за крошечный выступ инкубатора и подтянулось. Слизь стекала на удивление легко и быстро. Вот уже Антон увидел трепещущий внутри гуманоида комочек. Теперь его сокращения потеряли ритмичность. Наступала агония. Вдруг на месте сердца образовалось темно-бурое пятно, как если бы лопнул сосуд с красными чернилами. Оно начало быстро расти и, достигнув диаметра 5 сантиметров, остановилось. Тонкие пальцы разжались, и гуманоид медленно сполз обратно в серую жижу. Менделевидные глаза наполовину закрылись веками. «Все», — констатировал Герберт, — «умер. Не понимаю, кто-то установил здесь эту машину, чтобы она делала таких вот существ. Но зачем? Они не могут дышать в атмосфере Телуса и тут же умирают». Антон стоял, склонив голову на бок и прислушивался. Ему казалось, что откуда-то доносится чавкающий звук. Раньше он отсутствовал, так что его нельзя было отнести на счет работы чудовищной машины. «По-видимому, когда строил инкубатор», — сказал медик, отвечая на вопрос напарника, «атмосфера на Телусе была пригодной для дыхания. С тех пор, вероятно, прошло очень много времени. Зато теперь понятно, откуда вся эта органика». «Да?» «Конечно», — Антон перевел взгляд на Герберта. «Мы видели только один сброс гуманоида в этом море слизи. А в этой пещере такое происходит постоянно и повсеместно. Наверняка тут тысяч, а может сотни тысяч куполов, в которых созревают эмбрионы». «И что?» «Покидая купола, гуманоиды задыхаются и начинают разлагаться. Бактерий здесь предостаточно, так что процесс идет довольно быстро. Вообрази, сколько трупов составляет этот серый склизкий океан. Миллионы. Мы сейчас находимся посреди гигантского кладбища, которому я даже не могу предположить, сколько лет или веков». «Но кому это могло понадобиться?» — спросил Герберт, все еще глядя туда, где исчез в жиже погибший на глазах у ученых гуманоид. «Мало ли». В голову приходят сразу несколько гипотез. Например, колонизация новой планеты или преодоление искусственным путем популяционного кризиса или утрата способностей к деторождению. Как бы то ни было, тех, кто следил за процессом, нет здесь уже давно. Я предлагаю выбираться отсюда. Не дожидаясь ответа, Антон развернулся и побрел назад. Ему совершенно не нравился звук, который становился громче и отчетливее. Кроме того, он заметил вдалеке какие-то мелкие вспышки. Обернувшись, медик увидел, что Герберт последовал за ним. «А нельзя отключить инкубатор?» — спросил химик. «Мы обязаны остановить эту машину смерти». Антон не ответил. Он не слушал напарника. К чавкающему звуку добавился еще один. Тихий треск, исходящий со всех сторон. Медик отключил прибор ночного видения, вырубил фонарь. «Ты чего?» — спросил Герберт. Вокруг разливалось зеленоватое свечение. Мириады крошечных искр зажигались в темноте пещеры. Пожиже прошла едва ощутимая волна, словно кто-то слегка качнул наполненную доверху чашу. «Быстрее!» — Антон включил фонарь и устремился туда, где, по его расчетам, они вошли через тоннель в пещеру. «Знаешь, все это больше напоминает мне какой-то культ», — донесся до него голос Герберта. «Отвратное место!» С последним утверждением Антон был согласен. «Ты слышишь?» — спросил он изо всех сил, рассекая колышущуюся серую слизь. «Что?» «Это звук! Ты что, глухой?» И Антон понял, что прокричал эту фразу. На несколько секунд наступила тишина. Потом Герберт очень тихо сказал. «Похоже, мы здесь не одни». В трех метрах перед Антоном слизь вспучилась и лопнула, обдав стекло шлема фонтаном брызг. Луч фонаря осветил зеленоватое бесформенное нечто, искрящиеся и переливающиеся в темноте пещеры. Этот сгусток поднялся над серым океаном гниющей органики и замер на мгновение, словно рассматривая двух людей. Герберт закричал. «Это был вопль, не выражавший ничего, кроме первобытного ужаса». Антон стоял от цепенев, запрокинув голову и глядя на колышущийся зеленоватый свет. Он заметил, что внутри у него есть каркас. Множество пересекающихся линий образовывали подобие кристаллической решетки. Кажется, он уже видел такую. Да, точно. Геологи показывали структуру того загадочного вещества, которое, по их словам, цементировало горную породу планеты. Зеленое существо изогнулось и обрушилось на Антона, мгновенно поглотив его. Последнее, что он почувствовал, как длинные иглы проникают в его плоть и разрывают ее на множество частей. Субтитры создавал DimaTorzok